Импульсом для создания команды Технори, собственно, полномасштабное вторжение российских войск. И в какой-то момент очень быстро, по сути дела, если я правильно помню, это то ли 3, то ли 4 марта, мы уже почувствовали, что мы можем что-то поменять, что-то помочь, и мы, собственно, выполнили первые какие-то волонтерские функции. Сама идея какой-то вот такой системы, она появилась в апреле, в мае месяце она оформилась именно уже в какой-то программный документ, то есть то, что мы хотим именно цельная система, и взаимодействие с военными ПВО, то есть мы в какой-то или по витринных ссыл, то есть мы просто рассказывали, что вот у нас есть вот такая идея. Да, они критиковали, но они все время высказывали и, что типа парни, если у вас получится, то, в общем-то, это есть в этом смысл. И мы видели, что нам и помогают, и критикуют. То есть мы принимали участие в серьезных обсуждениях, и, в общем-то, была высказана там масса пожеланий, масса критики, которая, мы это все понимали, и в какой-то момент сумели, большинство критических вопросов сумели все-таки решить их, предложить их решение, которое устраивало как бы их. Была административная какая-то работа, то есть по интеграции с той же идеей, по взаимодействию, то есть мы очень благодарны министру Федорову, министру цифровой трансформации, за его помощь, за его понимание о нужности этого проекта, и, в общем-то, все получилось. Вместе с нами реализовывала проект большая группа программистов. У нас есть один из программистов, который просит не называть, как его зовут, но он очень талантливый, он один из очень реально топовых программистов нашей страны. То есть у него в оркестре, как правильно сказать, играют еще несколько ребят, которые, да, действительно очень хорошие, как программисты, очень быстрые. И это все волонтерские, то есть никто никаких денег за это все не платил. То есть весь этот проект – это полностью волонтерский проект.